Особые версии серийных моделей не только хороший повод для пиара, но и способ поддержать связь с миром коллекционеров. Специально для них предназначено семейство спорткаров Porsche Heritage Design Edition. По замыслу машины будут навевать воспоминания о 50-х, 60-х, 70-х и 80-х годах. Из четырёх задуманных моделей одна уже готова. Porsche 911 Targa 4S с тематическими наклейками на вишнёвом кузове и золотистыми шильдиками, как раз об эпохе 50-х и 60-х. Подразделение Porsche Exclusive Manufacture выпустит 992 экземпляра по индексу кузова актуального поколения 911 модели. Технически эта машина не отличается от серийной Targa 4S. Трёхлитровый оппозитный турбомотор сочетается с семиступенчатой механикой или восьмиступенчатым преселективным роботом. Специально для коллекционной версии придумано двухцветное исполнение салона с вельветовой обивкой, стилизованные под старину циферблаты приборной панели с зелёной подсветкой и алюминиевые накладки на порогах. Заказы на коллекционную Targa уже принимают. В России такая машина стоит 12 миллионов 473 тысячи рублей. То есть почти на 2 миллиона 700 тысяч дороже, чем стандартная полноприводная Targa 4S. У дилеров автомобиля появится осенью. Тем временем важные новости появились у Volkswagen. С 2014 года и саму марку, и всю группу компаний Volkswagen возглавляет пришедший из BMW Герберт Диз. Теперь же он сконцентрируется на задачах концерна. А генеральным директором, собственно, Volkswagen станет Ральф Брандштеттер, который в должности операционного директора активно продвигал стратегию цифровизации и электрификации. Очевидно, переустановка усиливает в концерне электрическую партию. Хотя основные акционеры, семья Порше и Пихов, относятся к электрификации скептически. Одновременно Volkswagen сообщает, что решил проблемы с программным обеспечением 8-го Гольфа. На все новые хэтчбеки устанавливается обновленный софт для экстренных вызовов. А ранее проданные машины попадут под отзыв. К слову, аналогичные проблемы испытывали Audi, Seat и Skoda. Но, например, о возобновлении европейских продаж новейшей Octavia пока ничего не слышно. Субтитры создавал DimaTorzok